Добрый день, коллеги! Рада вас приветствовать на вебинаре. Спасибо, что пришли. И мы сейчас с вами начинаем вебинар, который называется «Гендерное воспитание в практической деятельности педагога». Пока я говорю вступительные слова и рассказываю, о чем будет этот вебинар, я бы хотела немножко с вами познакомиться и узнать, с каким вопросом вы сегодня пришли на эту встречу, что вам хочется узнать конкретно по гендерному воспитанию. Пожалуйста, не стесняйтесь и пишите в чат, потому что чем интереснее будет наша беседа и живее, тем больше вы сможете взять от этого вебинара. Вы получите ответ на ваши вопросы, а я сразу же увижу, на каких вопросах мне нужно будет сконцентрироваться. Поэтому, пожалуйста, чат открыт, пишите, а я буду говорить о том, что мы сегодня будем с вами изучать и разговаривать. Само слово «гендер» и «гендерное воспитание». Почему так много интереса сейчас к этой проблеме? Дело в том, что воспитатели безовых детских садов, которые работают на группах, они столкнулись с такой проблемой. С одной стороны, есть новый ГОСДО, в котором прописано, что воспитание детей должно учитывать их гендерные особенности. С другой стороны, если сейчас ребенку подготовительной группы сказать, чего ты плачешь, как девчонка, он вполне возможно обвинит вас в нетолерантности. А с третьей стороны, рядышком со всем Европой, в которой уже 99 гендеров, и мы не совсем понимаем, как со всем этим жить, как воспитывать детей, на какие идеалы их ориентировать. Что же такое гендер, о котором сейчас так много говорят? У нас есть слово «пол», которое объясняет биологические различия между мужчиной и женщиной. Пола у нас два – мужчины и женщины. И есть слово «гендер», которое не просто обозначает биологические различия, а обозначает некие социальные различия в жизни мужчин и женщин. То есть, если говорить совсем просто, то гендер – это социальный пол. Насколько же это важно? Вот небольшой и такой немножечко комический пример, который я буквально на днях слышала. Он очень хорошо объяснит, что такое гендер и гендерные различия. К моему коллеге-психологу пришел очень суровый мужчина, который работает, работник нефтяной и газовой отрасли. Весьма суровый, весьма мужественный и пожаловался на то, что коллеги говорят, что он чересчурженственный. И когда удивленный психолог спросил, а в чем это выражается, он сказал, да, ну вот мне очень понравился красный пуховик, я его купил. Красный, а не черный. Поэтому сейчас надо мной смеются. Ну вот случай действительно комический, но он прекрасно отображает все то, что входит в понятие гендер. То есть гендер, как социальный пол, включает в себя особенности внешнего вида и одежды, которые приняты для мужчин и женщин в данной культуре. Роли, которые приняты для тех и других. Идеалы, то есть у нас есть некое общее в обществе представление о настоящей женщине и настоящем мужчине. Вопросы разделения труда. Это касается и трудовой деятельности, и бытового труда в семейной жизни. Некие сценарии поведения, то есть то, что можно мужчинам, женщинам не очень-то можно и наоборот. И даже в детском саду есть какие-то сценарии поведения, которые для мальчишек допустимы, а для девчонок уже осуждаются. Ну и социальный контроль, когда то же самое, какие-то вещи в поведении, в учебе, в работе недопустимы для одного пола и вполне допустимы для другого пола. Вот это все вместе входит в такое понятие, как гендер. Что же такое гендерный подход к воспитанию? Говорят, что это воспитание с учетом биологических характеристик пола, но это еще не все. То есть просто сказать, что ты мальчик, а ты девочка, недостаточно для того, чтобы ребенок вырос со счастливым пониманием своего гендера. Нужно еще и создать некие гармоничные представления о мужчинах и женщинах, учитывая при этом индивидуальные особенности каждого конкретного ребенка, потому что проявления мальчиков и проявления девочек, они бывают очень разные, и мы об этом тоже поговорим. И что еще очень важно в нашей среде и в нашей культуре, избегать гендерных стереотипов, которые сложились вот десятилетиями, складывались в нашем обществе, и которые мы неотнедо, вот как бы случайно проговариваем и сами же себя останавливаем, ой, так нельзя, но они так глубоко вошли в нашу культуру, что просто на каком-то бессознательном уровне выходят и приходится себя контролировать. Вот, посмотрите, как много, то есть и биологический пол учитываем, и индивидуальные особенности учитываем, и стараемся избегать стереотипов. То есть у педагога, который работает с дошкольниками, достаточно большой фронт работы в гендерном воспитании. Как же это сделать? Вот еще немножечко о целях гендерного подхода, что зачем мы это делаем? Для того, чтобы у ребенка к окончании дошкольного возраста сложилось некое ощущение стабильности своего пола. Это главное, то есть ребенок в 6-7 лет должен понимать четко, кто он, мальчик или девочка. Очень важно, чтобы создалось положительное эмоциональное отношение к своему полу. То есть ребенок понимал, что быть девочкой хорошо, и быть мальчиком это тоже хорошо. И закрепились представления о равенстве возможностей, то есть есть мальчики, есть девочки, но у них одинаково много возможностей для того, чтобы процветать в этой жизни. Ну и очень важно, когда мы говорим о гендерном воспитании, понимать, что есть такая вещь, как гендерная идентичность. То есть это не просто понимание человеком своего пола гендера, но еще и накопление неких знаний о гендере, в которые входят представления о женственности и мужественности, принятые в данном обществе, представления о моделях поведения и представления о том, что нужно сделать, чтобы быть успешным представителем своего гендера. То есть как себя вести, где, как работать, как себя проявлять, чтобы о нем говорили хороший мальчик, хорошая девочка, а потом, когда он вырастет, прекрасная женщина и прекрасный мужчина. Мы с вами сталкиваемся в работе с первыми этапами гендерной социализации, и вот они в чем выражаются. Вначале, когда ребенку год-полтора, когда он только входит в мир слов и начинает понимать некие вещи о себе и других, ему просто сообщают, кто он. Очень в эмоциональной форме, ой, какая замечательная девочка, ой, какой прекрасный мальчик. И ребенок на словах усваивает, кто он, мальчик или девочка. Дальше он начинает копировать гендерные роли своих родителей. То есть вот первое понимание о том, как нужно быть мужчиной и как нужно быть женщиной, у ребенка появляется, когда он видит своих родителей. И вот как раз в этом возрасте мальчишки находятся в более уязвимом положении, потому что в этом возрасте они еще очень близки с мамой, много времени с мамой проводят, а папы в этом возрасте еще не очень-то принимают участие в воспитании детей, но традиционно, и не уделяют очень много времени своим мальчишкам. И у мальчиков задача-то сложная, с одной стороны, сохранить близость с мамой, потому что это близость источник безопасности, а с другой стороны, отделиться от нее и понять, что я не такой, как мама, я другого пола. Девчонкам на этом этапе проще, потому что они усваивают гендерную роль, просто копируя маму, старших сестер или еще других старших родственников. То есть здесь, на этом этапе, ребенок просто понимает, кто он. На следующем этапе, это возраст 3-4 года, ребенок точно знает, какого он пола. Здесь уже он может говорить, да, я мальчик, не называйте меня девочкой, да, я девочка, не называйте меня мальчиком. В жизни детей в это время все чаще появляется отец. Где-то мама выходит на работу, где-то папа уже не столь опасается воспитывать своего ребенка, да и мальчики и девочки подрастающие представляют для пап больше интерес. И поэтому роль папы вот в этом возрасте, она становится тоже очень и очень важной. Мальчик, глядя на отца, усваивает свою мужскую роль. Причем очень важно, когда рядом нет папы или близкого мужчины, избежать вот негативного варианта событий, когда мужская роль усваивается как противоположное женскому. То есть вот есть женское, а мужское это то, что не относится к женскому. И мужчина тогда подавляет все, что он считает женским у себя, это и эмоции, и чувствительность, ну ни к чему хорошему это не приводит обычно. Как говорят коллеги-психологи, мальчики не плачут, мужчины получают инфаркт. В этом возрасте, 3-4 года, мы уже можем увидеть, что мир девочек и мир мальчиков, он очень разный. Даже в группе это очень хорошо заметно. Девочки обычно собираются небольшой такой группкой и чего-то там делают. Они стремятся отгородиться немножко или ширмочкой, или шторочкой, или домиком. Они не соревнуются друг с другом пока еще, и у них есть некие какие-то дела, секретики, которые они стараются от других скрыть. То есть это очень уютный, очень интимный, закрытый мир, закрытое пространство. И вот там, в этом пространстве девочки взаимодействуют друг с другом, и в этих пространствах вырисовывается женская. Мир мальчиков другой. Мальчишки в возрасте 3-4 года уже начинают очень быстро бегать, очень быстро прыгать. Нуждаются в большом открытом пространстве. Поэтому для того, чтобы мальчишкам в группе было уютно, предусмотрите место, где они могут действительно побегать, не натыкаясь постоянно на замечания. Этот мир уже иерархичен. То есть вы уже у малышек совсем 3-4-летних мальчиков можете наблюдать вполне себе серьезную борьбу за власть. Из-за иерархии. Ну и мальчишки гораздо громче и шумнее, и с этим уже ничего не поделать. Это вот именно биологические особенности гендера. Другие биологические различия, они тоже на этом этапе уже проявляются. И мы видим, что девчонки более ориентированы на межличностные отношения, а мальчишки более ориентированы на отношения с окружающим миром. Сразу же оговорюсь, это некие общие такие особенности, различия. И среди девочек, и среди мальчиков вот эти вот различия, они могут очень сильно варьироваться. Но это в общем. Для девочек важно иметь личное пространство, какое-то укрытие, где можно спрятаться. Для мальчиков важно иметь открытое пространство для игр. У девочек, и это уже доказано, лучше развивается мелкая моторика, устильчивость, внимание к деталям. А у мальчиков быстрее развивается крупная моторика, они сильнее и выносливее. Ну и здесь уже малыши начинают проявлять способности. И у девочек в общем более развитые способности к языкам и к литературе, а у мальчишек в общем развитые способности к точным наукам и более хорошо развивается пространственное мышление. Вот, то есть здесь уже мы можем увидеть различия достаточно серьезные. И третий этап, это возраст 6-7 лет, это уже выпускники детских стадов. В это время дети полностью усваивают гендерные роли. То есть они формируют представление не только о том, кто я, мальчик или девочка, но и могут себе ответить на вопрос, какой я мальчик, какая я девочка. Что нужно быть, чтобы сохранить о себе представление, как о хорошем мальчике, и что нужно сделать, чтобы сохранить о себе представление, как о хорошей девочке. Ну и естественно здесь уже у детей большой-большой багаж представлений о том, как разные гендеры, как мальчики и девочки проявляют себя в играх, в труде, что принято, что не принято, как нужно одеваться, как не нужно и так далее. То есть здесь уже представления сложились. Вот, это такая вот общая схема, по которой происходит формирование гендерных представлений. Но сейчас, как я уже говорила, в нашем обществе все достаточно сильно запутано, и сами вот гендерные представления, которые у нас есть в обществе, они различны. Выделяют три модели, которые наиболее показательны для нашего общества, и они вот на данный момент существуют параллельно, все три. Причем это очень отличается в зависимости от региона. То есть есть регионы, где традиционная гендерная модель ведущая, есть регионы, где демократическая гендерная модель ведущая, но тем не менее везде все есть. Итак, три гендерные модели, которые существуют. Традиционная, там, где мужчина добытчик и глава семьи, а женщина хранительница очага. Это то, что дети узнают из сказок, из рассказов, из исторических фильмов, и все дети понимают, что всегда было так. Но в нашем обществе, которое за последние 100-150 лет изменилось кардинально, вот эта модель семьи несет за собой и проблемы. Ну, такие проблемы, допустим, как более низкая средняя зарплата женщин, некий стеклянный потолок в карьере, когда женщина, доходя до определенной ступени развития своей карьеры, понимает, что дальше ее просто не пустят. Коллеги-мужчины, которые были с ней на одном уровне, проходят дальше и выше, а для нее все, вот эта вот остановка, и никто, конечно, этот слух не говорит, но все понимают, с чем это связано. Именно с гендерными представлениями в обществе. В традиционных семьях очень высокий уровень семейного насилия, и там, где семей таких много, женщины в органах власти почти не представлены, то есть женщин очень мало. Ну, и на бытовом уровне, в традиционной культуре бытует представление о том, что женщина в чем-то неполноценна, но такие обидные вещи, допустим, как женщина за рулем обезьяна с гранатой и так далее, высказываются вслух, женщины пытаются возмутиться, но, тем не менее, таких вещей еще очень много. Вот одна из моделей, которые у нас есть, и наверняка вы с этим согласитесь. Вторая модель, которой уже около ста лет, то есть это тоже уже модель, которая давно бытует в нашем обществе, основана на равенстве полов, которое было провозглашено вместе с Советским Союзом. Согласно этой модели, женщина становится работницей и может работать на производстве в других отраслях наравне с мужчиной. Но почему-то так получилось, что БТВ вопросы не поделились так же честно пополам, поэтому вот в этой модели поведения страдают все, потому что женщина несет двойную нагрузку, это на работе и дома. Родители оба мало проводят времени с детьми, а для мужчины это тоже плохо, потому что авторитет мужчины в такой семье, он, к сожалению, очень и очень невысокий. Почему? Потому что дети видят в основном родителей дома, а не на работе. И они видят, что мама, приходя с работы, управляет этим домом, она может, конечно, позвать себе в помощники папу, но это, к сожалению, звучит вот именно так. То есть мужчина должен помогать женщине в домашних делах. Но почему-то меньше звучит то, что мужчина и женщина должны делить домашние дела пополам. Вот, то есть дети видят, что мама работает, папа нет, мама управляет процессами, а папа нет, а то, что папа управляет процессами на работе, они же не видят. И, к сожалению, авторитет мужчины в таких семьях достаточно низок. То есть страдают и те, и другие. Ну и третий вариант модели – это европейская модель, которая тоже у нас появляется. Есть много семей, которые начинают жить по этой модели, но тоже есть определенные проблемы, которые решаются прямо по мере развития семейной жизни. Эта модель основана на партнерской равноправии, когда границы гендеров немножечко размываются, стираются, и мужчины и женщины могут выполнять и традиционные мужские роли, и традиционные женские роли в зависимости от того, кому что больше нравится, кому что на данном этапе жизни больше подходит, и у кого что лучше получается. Проблемы тоже есть. Это отсутствие четких ориентиров у мужчин и женщин, и как раз вот эта модель, которая, в принципе, хорошая, она работающая, действующая, привела к тому, что начинаются вот эти все вопросы с тем, сколько у нас гендеров, кого считать мужчиной, кого считать женщиной и так далее. Но и здесь еще одна проблема, что вот эти требования социума входят в противоречие с биологической природой человека, и поскольку женщины берут на себя некие мужские качества, то происходит эмоциональное выгорание, а мужчины сталкиваются с так называемым кризисом мужественности и тоже страдают эмоционально. И об этом мы с вами поговорим чуть позже, когда будем говорить о воспитании мальчиков. Вот, модели все существуют одновременно, но и кроме того, в современном мире, а мы часть мировой культуры, часть мирового пространства, есть некие закономерности, которые происходят прямо сейчас, и закономерности эти вот какие. То есть мы видим, что границы гендерных ролей становятся все менее жесткими, мы видим, что женщины массово выходят в общественное пространство, и вот эта женская культура, она проявляет себя все больше и больше, культура насыщается женскими образами. Ну вот проводили эксперимент как раз с подготовишками и попросили назвать главных героев мультиков диснеевских, главных героев мальчиков и главных героев девочек. Ну и вы представляете, что могли назвать, да, детки? Потому что на самом деле, если мы обращаемся вот к этому миру детских мультфильмов, миру, в котором дети живут, то понимаем, что там очень много женских образов, и эти образы разные. То есть здесь есть и красавицы, и звезды, есть девушки-воины, герои, их много, а мужское, к сожалению, вот как-то уходит немножко на второй план, что не очень хорошо. Ну и возникают противоречия между стереотипными представлениями о гендерной роли и реалиями современной жизни, которые вот эти представления, ну, как не вписываются, потому что жизнь очень-очень изменилась. Что такое гендерные стереотипы? Вот как раз то, о чем я говорила, что этого нужно избегать как можно больше, следить за собой, стараться, чтобы эти стереотипы не проникали в вашу речь, в ваше воспитание. Какие гендерные стереотипы для детей у нас характерны? Ну, прежде всего, требования к одежде. Для девочек светлая одежда, платья, юбки. Есть детские сады, в которых девочек в шортах не допускают в группу, я знаю об этом. Есть детские сады, где брючки для девочек нежелательны, хотя, на мой взгляд, в шортах и в брючках играть в группе ну, гораздо-гораздо приятнее. Для мальчиков существует запрет на любые намеки на женские атрибуты, то есть никаких украшений, никаких ярких рисунков, в одежде, никаких длинных волос, и иногда у взрослого может вырваться. Ну, что это такое-то хвостик, как у девчонки? Вот это и есть проявление гендерных стереотипов в нашей повседневной действительности. Также есть некие ограничения и предпочтения на определенные виды активности. То есть для девочек не очень желательны машинки, оружие, борьба, роботы и так далее. И мамочки морщатся, когда дочки бросят купить им ружье, говорят, ну ты что, мальчишка, что ли, ты что воевать будешь? Иди в куколки поиграй. Вот, точно так же для мальчиков запретные темы для игры это дом и кухня, шитье, парикмахерская и так далее. То есть те сферы деятельности, которые традиционно были женственны. Но мы же опять с вами знаем, что сейчас очень много мужчин процветают именно в этих сферах. И лучшие шеф-повара это мужчины, и лучшие кутюрье это мужчины, ну и так далее. То есть эти сферы, если они будут открыты для мужчин, то возможно талантливых людей в этих сферах будет больше. Ну и некие убеждения в долженствовании, то есть то, что должна женщина и то, что должен мужчина. Детки это тоже усваивают. И есть тоже некие убеждения, которые детям прямо проговариваются вслух. Ты девочка, поэтому должна, ты мальчик, поэтому должен и так далее. И все это дети усваивают, иногда бунтуют. А также с гендерными стереотипами связаны запреты на выражение определенных эмоций. Ну вот давайте попробуем, напишите пожалуйста в чат, как вам кажется, что запрещено для мальчиков, какие эмоции запрещены. Вот он проявит эту эмоцию, а ему скажут фу, ты как девчонка. Плакать, да. Юлия Сергеевна, спасибо за первый ответ, но как я уже говорила, мальчики не плачут, мужчины не плачут, а потом получают инфаркт. Что еще? Плакать, жаловаться, жалость. Да, то есть сфера закрытая для мужчин. Спасибо вам за ответы. Ну, а теперь давайте попробуем написать, а что же нельзя делать девчонкам. Запрет на какие эмоции у девчонок. Да, ябедничать мальчишкам тоже нельзя. Чего нельзя девчонкам? О, да, бить нельзя, драться нельзя, злиться нельзя. И при этом мы забываем, что иногда в жизни женщины и девочки встречаются такие ситуации, когда нужно злиться, когда нужно драться, когда нужно бить. Они редко, но встречаются. А если у девчонки запрет на все эти действия, эти чувства, то нам может попасть в достаточно опасную ситуацию. Вот. Ну и ожидание определенного поведения от мальчиков и девочек. То есть мы ждем подспудно, что мальчики будут участвовать в спортивных соревнованиях, играть с техникой, с оружием, стремиться к лидерству. Девчонки проявят послушание, устопчивость и будут играть с бытовыми приборами, куколками, ну или парикмахерскую или салон красоты. Вот теперь что же нужно сделать вместо того, чтобы обучать детей этим гендерным стереотипам, которые мне помогут. Что же нужно сделать, чтобы дети были счастливы, приняли свой полу-гендер и вместе с ним свои какие-то индивидуальные особенности и выросли в благополучных и счастливых мужчин и женщин. Давайте начнем с мальчишек. И сейчас вот как раз поговорим о том, что такое кризис мужественности или кризис маскулинности, как его называют еще. Смотрите, в чем здесь дело. У нас существовала и существует традиционная модель мужского поведения. То есть есть такое понятие, как настоящий мужчина. Это мужчина прежде всего сильный, это мужчина, который стремится к лидерству, мужчина, который защищает женщин и детей и не обижает женщин и детей. Есть у него некое право, вот право сильного управлять женщинами и детьми, потому что он сильный и лучше знает. И мужчина сдерживает эмоции, такие как страх и нежность. Но вот этот традиционный образ мужчины в современном мире не очень-то приживается, потому что физическая сила уже не является критерием успеха. Но согласитесь, для того, чтобы быть прекрасным программистом, физическая сила совсем ни к чему. Это тоже такая вот традиционная мужская сфера деятельности. Кроме того, женщины, выпущенные на свободу феминизмом, добились некое равенство с мужчинами и в образовании профессиональной деятельности, и в политической жизни, и теперь уже приходится с ними конкурировать. И есть такое понимание современного брака, когда люди договариваются о том, что они будут равны, и оба родители будут авторитетом для своих детей, тогда возникает вопрос, каким должен быть мужчина, чтобы стать идеальным и хорошим мужчиной. Остановлюсь на минутку. Пожалуйста, пишите эмоции в чат, потому что на самом деле тема интересная и эмоциональная, и очень приятно читать ваше высказывание с плюсом или с минусом, поэтому пишите, будем беседовать и общаться. Итак, что же нужно сделать? Показать мальчику, что мальчики бывают разными. И вот как это сделать, когда мы думали над этим вопросом, в консультировании с мамочками, в консультировании с воспитателями, вдруг в определенный момент наткнулись на такую систему, которая достаточно уже долго существующая в мире психологии, но как-то в последнее время на нее внимания не обращали. Это система архетипов. Вот я сейчас про нее расскажу, можно называть архетипами, можно просто типами, как хотите, но посмотрите, мне очень интересно, согласитесь ли вы с такой трактовкой или нет. Итак, проблема воспитания мальчиков, которую мы можем решить. Система воспитания построена по женскому образцу, потому что согласитесь, что наших мальчиков, но практически до института и до армии воспитывают женщины. Сначала мама, потом воспитатель детского сада, к огромному сожалению, мужчин воспитателей очень-очень мало, честь вам и хвала, если вы здесь, затем учителя в школе, где тоже на 30 учительниц, два учителя, и то с ними ребенок встречается уже в средних классах. Вот, в чем еще проблема? Вот сами нормативные представления о мужественности, вот о мачо, они в обществе очень сильны, но мальчишки-то разные и не все им соответствуют. То есть очень много мальчиков, которые за вот эти представления выходят. И нужно как-то им объяснять, почему ты, не будучи вот таким суровым мачо, все-таки остаешься прекрасным мальчиком и мужчиной. Также уходит из нашего воспитания такой чудесный элемент, как компания сверстников. Потому что вот так мальчишеских на улицах становится все меньше, как-то они рассасываются по кружкам и секциям. Ну, а вот это очень важно, потому что вот именно в такой мальчишеской ватаге решаются и вопросы иерархии, и вопросы принадлежности к своему полу и много-много чего еще. Ну и традиционный запрет на выражение эмоций приводит к тому, что мальчикам просто трудно говорить о своих эмоциях. И это тоже большая проблема. Вот, как мы можем решить? То есть у нас мальчишки разные, и давайте поговорим о том, какие они бывают разные. Вот первый архетип или тип мальчишек, который есть, это воин. Давайте небольшой вопрос проведем. В чате напишите, пожалуйста, цифру 1, у кого такие мальчишки в группе есть. Это не поседы, это активные мальчишки. Именно они затевают драки и с удовольствием к дракам присоединяются. Они отстаивают свою территорию, свое имущество, и стараются при этом как-то захватить территорию чужого человека, игрушки отобрать и так далее. Они же склонны попадать в ситуации, когда есть высокий риск травматизма. Ну, то есть синяки, царапины и садин – это наше все. И они же не представляют, что такое проиграть. Это мальчишки-победители. Единички. Вижу, вижу, что в группах у нас такие вот непоседы есть. Что с ними нужно делать? Как воспитывать? Ну, прежде всего, вот эти мальчики по своей биологической природе, они достаточно сильные. Поэтому для того, чтобы совершенствовать вот эту физическую силу, нужна серьезная физическая нагрузка. Поэтому нагружайте их, пусть сколько он может, только тренируется. Но вместе с тем хорошо обучить мальчишек приемом и способом расслабления. Потому что после любой войны наступает победа и отдых, и плохо, когда мальчик не умеет расслабляться и отдыхать. Кроме того, вот здесь разными способами нужно заострять внимание на том, что есть некие личные границы и у тебя, и у других детей, и делать так, чтобы ребенок видел эти границы и их не нарушал. И здесь же формировать кодекс чести, то есть проговаривать как раз вот здесь можно, что мужчины не нападают на слабого, мужчины не нападают ватагой на одного и так далее. Когда вот эти воспитательные моменты вы изложите в виде некого кодекса чести, возможно он будет принят всеми мальчишками, тогда воин будет соблюдать их. Ну и обязательно дать такого мальчишке возможность переживать победы, не умолять его победы, потому что это для него жизненно необходимо. Лариса Анатольевна пишет, группа 16 детей, все мальчики с ОВЗ. Ага. Ну вот возможно, что это мальчики и не воины, кто по другой, поэтому слушайте внимательно и дальше, может быть, вы поставите тоже цифры в чат, найдя среди этих типов и ваших воспитанников тоже. Второй тип – это монарх. У кого в группе есть, ставьте, пожалуйста, двоечки в чат. Это мальчики, которые тоже стремятся к власти, они всегда знают, что хотят и принимают решения, но вот если воин, он пройдет напролом, драться так драться, то монарх вот каким-то образом сделает так, что драться за него будут другие. Он будет пожинать плоды, то есть у него всегда есть армия и такие мальчишки, они не бьются в одиночку, они создают каким-то образом свою армию. Но у него нет теплых и близких отношений с другими людьми, что с мальчиками, что с девочками и в какой-то момент мы понимаем, что для него это как фигуры на шахматной доске, то есть вот есть он, это личность, а это все фигурки, а он игрок. Что для таких детей? Да, 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 есть такие детки, которые умеют манипулировать другими, но вы же знаете, что в психологии у нас нет плюсов и минусов, то есть любое явление, оно несет свое положительное что-то и свое отрицательное. Как воспитывать таких детей? Продолжить, Ольга Павловна, отвечу, продолжить, учить наблюдать за людьми, видеть и понимать возможности других, потому что скорее всего это ребенок, который в будущем сумеет управлять людьми, это тоже очень важное умение. Научить брать на себя ответственность за свои поступки, и это тоже очень важно, потому что ребенок в архетипе монаха, который не научен ответственности, это довольно-таки страшно. Я чуть-чуть прервусь, потому что два вопроса в чате, иначе они у нас и едут. Должен ли староста класса сообщить учителю о известных ему негативных моментах в классе, например, о курении соседа по парте? Ох, какой вопрос! Я думаю, что да, но прежде чем вот это долженствование ребенку предъявить, хорошо бы с детьми договориться о каких-то правилах, здесь тоже должен быть кодекс чести, и объяснить, что староста будет делать, что он обязан делать будет, а что нет. То есть, да, но после того, как дети тоже примут эти условия. Ложное представление о норме агрессивного поведения мальчика, нормальные мужчины не нападают ни на кого, но защищаются, отстаивают свое право. Смотрите, вопрос очень интересный, Владимир Анатольевич, спасибо большое за этот вопрос. Возможно, не нападают, то есть это не будет физическая агрессия. Но в нашем современном мире есть много моделей поведения, которые позволяют человеку расширить свой ареал жизни. Это укрупнение компаний, например, это нахождение новых контрагентов, это создание чего-то нового. И вот все эти прекрасные положительные моменты, которые очень далеки от физической драки, они требуют умения увидеть внутри себя свою агрессию. Агрессия – это неплохое качество, это то, что помогает человеку в этом мире как раз увеличивать свой жизненный ареал. Вот, то есть увидеть свою агрессию, понять, что я хочу и каким-то социально приемлемым способом этого достигнуть. Я имела в виду это. Следующий тип – купец. Здесь цифра 3, если у нас мальчишки такие в группе есть. Это ребенок, который очень хорошо взаимодействует с другими людьми. И он как раз умеет без проявления агрессии, без проявления физической силы договариваться. Он же очень склонен к авантюрным играм, то есть ему интересно победить, ему интересен азарт, и это ребенок, который любит рисковать. Он тоже часто привлекает к себе людей, но делается это не посредством какой-то силы, а другими вещами, такими как артистизм, например, или чувством юмора. И очень рано проявляет интерес к какой-то материальной стороне жизни. Он умеет считать денежки или их заменители, обмениваться, находить для себя какую-то выводу. Сейчас у нас, может быть, у малышей нету денежек, но есть всякие скрепыши, например, из магнита, которые обмениваются и стараются собрать свою коллекцию. Вот это как эквивалент денег. А как воспитывать таких мальчиков? Как можно раньше знакомить с законами денег? То есть если он проявляет такой интерес, то да, этот интерес поддерживать, подогревать и уводить в мирное русло. Учить рассчитывать риски. Второй элемент воспитания, то есть что будет, если ты победишь, что будет, если ты не победишь, какие будут последствия, и вот тогда что ты выбираешь. Ну и для таких мальчишек деятельность должна быть очень разнообразная. Избегать скуки тоже стоит с такими мальчишками. То есть делать что-то одно много времени у него не получится, и он будет сам переключаться с деятельностью на деятельность. Вам нужно только предоставить ему вот такую возможность. Оксана Викторовна не очень поняла. Тогда лучшая энергия – точка предложения. Вместо проявления агрессии. Возможно. Возможно, мы тут поспорим, но все-таки для меня это личное мнение, оно может быть у всех разное. Для меня все-таки агрессия в социально приемлемых рамках она не является чем-то плохим, потому что она должна присутствовать во внутреннем ареале человека, но хотя бы для того, чтобы, как у нас коллега сказал чуть выше, чтобы человек мог защититься, мог защитить свою территорию, свои деньги, свою семью и так далее. Но и мы понимаем, что жизнь наша, она не такая безоблачная, и драться, к сожалению, иногда приходится. Это касается и мальчиков, и девочек. И боюсь, конечно, нарваться сейчас на споры, некие возмущения, но я считаю, что и тот, и другой пол должны уметь и драться в том числе. Другое дело, что они должны прекрасно понимать, когда они могут применить свое это умение, а когда его применять и стоит. Движемся дальше. Я за чатом смотрю, поэтому пишите, пожалуйста, свое мнение. Еще один тип, тоже встречается достаточно часто, если вы его узнали, то цифра 4, это крестьянин. Это такие дотошные мальчики, которые будут собирать робота, пока не закончатся детали. Мальчики, которые будут заниматься машинкой, пока не поймут до конца, как она устроена, работает, и что нужно сделать, чтобы она ездила строго по прямой. В его шкафчике всегда порядок. Он, у него есть определенные игрушки свои, которые только его, и он никому их не отдает. И всегда, прежде чем что-то делать, он всегда просчитывает ситуацию, то есть это такой вот очень такой конкретный ребенок, который точно знает, что нужно делать и как. Вот цифр 4 не вижу, неужели таких типов мальчишек у нас нет в группах. Как воспитывать таких ребят? Дать понимание о личных и общих вещах, то есть эти вещи личные, это общее. Ну и обучать практическим умениям и навыкам, потому что, скорее всего, это то, в чем этот человек будет силен, ну и прекрасно, что он будет проявлять. Ну и такой тип, как философ. Это мальчик, который живет в несколько своем мире, он проявляет интерес к исследованиям, науке, происхождению устройства вещей, он всегда задает много вопросов, ему очень нравятся всякие головоломки, шарады, и он предпочитает общаться со взрослыми чуть больше, чем с детьми. Иногда кажется, что со сверстниками ему общаться достаточно тяжело. Что мы можем сделать для такого мальчика? Помочь наладить общение со сверстниками, научить получать нужную информацию самостоятельно, находить ее и проявлять внимание к людям и выражать тоже свои эмоции, свое мнение в таких словах, чтобы было понятно другим людям. Ну, потому что если это будущий ученый, то ему нужно будет как-то людям рассказать о том, что он сделал. Вот такие мальчишки тоже бывают. Я перечислила не все, но вот это самые распространенные типы мужского гендера, которые у нас проявляются уже вот на этапе дошкольного детства. Переходим к воспитанию девочек. Традиционная модель женского поведения, та, которая складывалась с веками и тысячелетиями. Девочка ведет домашнее хозяйство, ухаживает за детьми. Женщина, конечно же, простите, ухаживает за детьми и престарелыми родственниками. Женщина должна обязательно родить и вырасти детей. Женщина подчиняется мужчине, который глава семьи, и проявляет такие качества, как терпение, нежность, готовность к послушанию и компромиссу. Но опять-таки в современном мире, который очень сильно изменился, все происходит немножко не так. То есть здесь женщина уже активно участвует в экономической и политической жизни. женщины поставлены в такие условия, что они должны заработать деньги на себя и своих детей. Хорошо это или плохо, опять-таки не скажу. Здесь есть и хорошее, и плохое. Увеличивается количество социальных ролей. То есть женщина теперь не только дочка, мама, сестра, бабушка. Она еще и учитель. Наставник, тренер, подруга, начальник, подчиненная и так далее. Высокий уровень образования, а высокий уровень образования это всегда возможность оценивать себя более точно, более тщательно. И есть еще такая тенденция, которая сложилась тоже в 20 веке. Это большая чувственность и культела в современной культуре, то есть телесная, даже эротическая сейчас проявляется гораздо сильнее, чем, допустим, лет 200 назад. Уверенность в себе, некий, некая такой здоровый эгоизм, когда больше и больше женщин говорят о том, что я должна быть успешна, если я буду успешна, то и моя семья, мои дети тоже будут успешными. И тоже, как тенденция нашей культуры, это стремление к совершенству, к тщательному уходу за собой, к красоте и развитию индустрии красоты, конечно, за последние 100 лет было очень-очень бурным. Вот несколько архетипов. Я прекрасно вижу, что в чате у нас вопрос затронут очень серьезный, я предлагаю сделать вот что. Сейчас я дорасскажу то, что хочу дорассказать, и мы обязательно обсудим вот этот вопрос агрессии, потому что вы не зря его поднимаете. На самом деле это очень и очень важно, и я рада, что этот вопрос в нашем чате возник. Поэтому с вашего разрешения я продолжу, ну и про агрессию еще поговорим. Итак, архетип матери. Это девочки очень щедрые, добрые, это как раз вот этот традиционный тип женщины. Милосердные, очень скромные по отношению к себе. В то же время упорство в достижении цели, то есть если что-то начала делать, то она будет делать. Отсутствие агрессии, но у нас прямо эта тема сегодня, тема агрессии всплывает постоянно. И точное выполнение правил. То есть вот такая очень правильная, очень щедрая, очень добрая девочка. С нею всем хорошо. Но когда эта девочка вырастает, поскольку я консультирую взрослых, я понимаю, что вот этим выросшим девочкам не всегда хорошо самим собой. Как воспитывать таких девочек? Учить говорить и о своих чувствах и потребностях. Вот это для них очень важно. И помогать ставить адекватные цели. Потому что иногда вот эти черты, которые очень-очень приятны в первый взгляд, они скрывают под собой некую робость, и девочка уже в этом возрасте считает, что она может проявить тебя только вот так, проявляя заботу и милосердие к другим людям. А какие-то личные цели, достижения высоких уровней в играх, в учебе, ей по каким-то причинам недоступны. То есть помогаем сформировать цели чуть повыше, чем вот те, которые она тебе наметила. Охотница, прямо противоположный образ, это девочки, которые проявляют мужские черты. Если такие девчонки в группе есть, ставьте цифру 2. Мужская модель поведения. То есть она будет защищать слабых. И в том числе она будет защищать слабых взрослых, если решит, что они нуждаются в ее защите. Она стремится к некой аскетичности, но эта аскетичность может доходить до аутоагрессии. То есть она может и за какие-то свои проступки наказывать себя сама. Аутоагрессию вы представляете, да, это погрызенные ноготьки и так далее, повреждения. Интерес к спортивным соревнованиям и такое традиционно мужское, то есть традиционно приписываемым мужчинам желание побеждать. Вот смотрите, сколько у нас двоечек. Как воспитывать? Дать возможность без запретов проявить свои качества. Потому что женщины могут быть и таким. Обучать эмоциональной компетентности и умению создавать близкие доверительные отношения. И создавать ситуации партнерства и совместных игр. Да, у меня даже дочь такая. Ну, смотрите, эти качества сами по себе не хорошие, не плохие. Она вот такая, такая есть. То есть сделать из нее послушную кроткую девочку не получится при всем желании. То есть наша задача, как с любым типом, хоть мальчика, хоть девочки, принять то, что есть перед нами, принять маленького человека, эту личность со всеми его особенностями и помочь вот эти свои особенности интегрировать в общество. Следующий тип. Насталья Михайловна пишет, да, я пыталась. Получилось? Смотрите, но если какие-то проблемы остались, понятно, что у нас вебинар достаточно короткий. На последнем слайде будут мои координаты, можно связаться. Там уже в личной лице. Вот. Исследовательница. Такие красотки у нас тоже есть. Это девочки очень думающие, очень наблюдательные. Часто они больше привязаны к папе, чем к маме. И очень часто они больше привязаны к химии, физике, машинкам, механике, чем к куколкам и игрушкам. Третья модель. Опа. Пропущено. Это я тут спутала цифру, видимо, прошу прощения. Цифру 4 ставим. У кого такие девицы есть в группе? У нее очень часто мало подружек, больше друзей. Как воспитывать таких девочек? Учим находить контакт со своим телом и помогаем проявить эмпатию по отношению с другим людям. Точно так же, то есть, и подчеркивая ее сильные стороны, давая ей возможность исследовать мир, учим еще и другому. То есть, учим быть более близкой к людям, понимать эмоции других людей и свои эмоции тоже. Принцесса. О, тоже цифра 4. Вот она. Охотница, да. Охотница 2 модель, исследователь 3, а вот у нас принцесса 4. Вот эти девочки тоже часто встречаются. Они любят быть в центре внимания. Они обожают свои прекрасные пышные платьица. Праздники, утренники всегда стараются играть главную роль, но могут быть легкомысленные, капризные и несколько непосредовательные. Как воспитываем? Поощряем творчество в любом виде, особенно сценические искусства. Уважаемые коллеги, если ей нравится быть на сцене, значит, на сцене она будет счастлива. Пусть она на сцене будет, если этого ей так хочется. То есть, возможно, это та сфера деятельности, та сфера деятельности, в которой она будет успешной. Учим последовательно добиваться целей и проявлять волевые качества. То есть, немножечко для вот такой красоты, для такой артистичности ставим некие рамки, в которых ей будет неплохо, а более спокойно. И обязательно обращаем внимание, что есть общепринятые моральные принципы, которые ей даже при всей ее красоте и артистичности заходить нельзя ни в коем случае. Ну и девочка-хозяйка. Это тоже девочка предпочитает традиционные роли, тоже стремится к успеху и постоянству. Она правильная девочка. Но вот в отличие от девочки-мамы, от первого типа, она старается занять роль лидера среди девочек. Это вот такая королева-мать. То есть, она все знает, как делать правильно, и всем диктует свои правила. Вот цифру 5 поставьте, у кого хозяйки в группе есть. Ага, здорово. Как воспитывать таких красавиц? Поощряем лидерство, потому что если ребенок проявляет черты лидера, значит ему в этой роли будет хорошо. А при этом учим наблюдать за другими детьми и видеть их достоинства и возможности. Показываем разные пути развития событий, решения проблем. Потому что у таких девочек может быть очень четкое представление, что одна проблема – одно решение. И если какое-то другое решение предлагают, она начинает капризничать. Поэтому этого стоит избегать. Учим разным формам взаимодействия со сверстниками, то есть быть не только ведущей, но и ведомой. И предлагаем самые разнообразные занятия. Вопросы. А как быть с девочками, которые полностью копируют поведение мамы и в отношениях к людям, перво, прошу прощения, да и полностью во всем? Как быть? На чем, на каких примерах мы можем показывать, что мы можем вообще для детей сделать, чтобы каким-то образом уже сложенное в семье гендерное предпочтение, гендерные идеалы немножко подвинуть? На самом деле, мы все, конечно, понимаем, что особенности гендера, они вкладываются в семье. Как я уже говорила, дети копируют своих родителей, но кое-что мы можем показать, ну и допустим, можем показать на таком чудесном материале, как детские сказки. Вы же читаете детям сказки, и, собственно говоря, это вот такой целый колодец представлений о гендере, которые мы можем детям преподнести. Воспитывать маму, да, но в рамках детского сада, насколько это возможно, что, конечно, если это семейное консультирование и мама, и дочка, тогда есть вероятность воспитать маму каким-то образом. В детском саду мы ориентируемся, ну вот мы какие-то вещи, которые мы можем сделать для ребенка самостоятельно. Итак, гендерные сюжеты в детских сказках. Их тоже несколько разных, и как раз если вы возьмете сказки, допустим, из первой, второй, третьей категории, то у детей будет складываться понимание того, что проявлять себя как девочкой или проявлять себя как мальчик можно по-разному. Ну вот смотрите, есть у нас сказки с героинями и женщинами. Это такая традиционная женственность. Ну, Золушка и все варианты разнообразные, такие как Крошечка-Хаврошечка, Морозка и так далее. Что происходит в этих сказках? Девочка остается без матери, она обязательно проходит некий ряд трудных заданий, проявляет терпение, смекалку, умение призывать на помощь силы природы. Потом происходит волшебное превращение, и в конце сказки она получает заслуженную награду. Красного принца или короля, в зависимости от страны происхождения этой сказки. Смотрите, что здесь важно, когда мы говорим об этих сказках. Ну, собственно говоря, эти сказки – это инициация во взрослую женщину, девочке. И здесь мы можем внимание девчонок и мальчишек заострить на то, что ты обязательно будешь взрослой. И вот чтобы стать взрослой, и чтобы проявить себя как женщина, нужно обязательно пройти некие задания, которые помогут тебе повзрослеть. Следующий гендерсный сюжет – это сказки «Дороги», которые для девочек тоже важны. Это такие сказки, как «Снежная королева», «Финист ясный сокол» и «Гуси-лебеди». Смотрите, что происходит в них. Девочка переживает некую потерю друга или возлюбленного, она отправляется на поиск, и по дороге переживает разные испытания, которые делают ее сильнее. А вот на последнем финальном этапе, для того, чтобы вернуть своего возлюбленного, она всегда проявляет такие женские качества, как нежность, доброта, умение услышать и так далее. Ну, смотрите, допустим, в сказке «Гуси-лебеди» Аленочка, когда уже украла своего братца у Бабы-Яги, бежала обратно, ей пришлось по-доброму договориться с силами природы, и только тогда она смогла вернуться обратно. Ну и так далее. Вот в каждой сказке происходит одно и то же. И мы как раз вот на этом тоже можем внимание девочек заострить, что да, бывают дороги, бывают испытания, бывает сила, но нежность и доброта, они тоже имеют силу вот такую. Естественно, сказки про красавицу и чудовище тоже сюжеты достаточно распространенные, оленький цветочек, красавица и чудовище и так далее. То есть здесь девушка отправляется жить к чудовищу, учится жить с ним рядом, она всегда возвращается домой, и всегда во всех сказках есть необходимость держать свое честное слово. И когда она выполняет вот эти условия, сдерживает свое честное слово и опять-таки проявляет некие традиционные женские качества, чудовище превращается в прекрасного принца силой любви. Вот умение сдержать честное слово на самом деле я честно считаю очень важным и для мужчин, и для женщин. Ну и девчонок, девчонок как раз нужно этому обучать, что да, ты девочка, да, тебе много позволено, потому что, ну, мальчишки где-то защищают, но есть слова, есть слово чести, которое ты должна держать всегда. Ну и не забудьте, что есть у нас сказки про девушек-воинов, такие как Синеглазка и Марья Марьевна, там, где женщина, главная героиня, обладает физической силой, магическими способностями, она может самостоятельно постоять за себя, но вот чтобы добиться каких-то высоких целей, то есть чтобы совершить такое превращение, она должна быть партнером мужчины, и выступать вот в этом партнерстве как равное. То есть или у нее больше смекалки, у него больше силы, или в каких-то еще соотношениях, но они вместе делают свое дело, добиваются своих целей, и это тоже для девочек очень важно, как раз чтобы понимать основы сосуществования полов и гендеров в этом мире. То есть мы разные, но вместе мы можем добиться большего, чем поодиночке. Сказки с героями-мужчинами. Естественно, это сказки про богатырей. Там, где герой с детства обладает физической силой, где ему нужно совершить долгое путешествие, чтобы добыть приз, а по дороге предстоит продемонстрировать свою силу. Но смотрите, не только физическую, потому что, опять-таки, если вы проанализируете вот эти мужские сказки, то вы увидите, что вот в предпоследней сцене обязательно на помощь сильному герою приходит кто-то еще. То есть он должен для того, чтобы добиться победы, не только проявить физическую силу, но еще и уметь находить в себе союзников и уметь принимать свою помощь. Прошу прощения, принимать помощь других людей. Другая категория сказок. Сказка про Иванышку-драчка. Тот же цыревная лягушка, тот же конек-горбунок. Вот эти сказки интересны вот чем. Герой не обладает традиционными мужскими качествами. Тут он совсем не мачо, но при этом он демонстрирует другие способности. Такие, как, допустим, договариваться с силами природы, уважать все живое, жалеть. То есть качества, которые традиционно женские. Но вот как раз использование этих качеств помогает ему добиться своей цели. Ну и очень важный для мальчишек сюжет, это сюжет про изгнание сына. Когда отец выгоняет своего сына из дома, то есть, считайте, на психологическом плане мальчик взрослеет, становится настоятельным, сын проходит множество испытаний и в результате создает царство лучше, чем его отца. Ну, это опять-таки, на мой взгляд, нормальное течение жизни, когда дети превосходят в чем-то родителей. Ну и финал сюжета, когда отец приезжает в гости сыну и следует примирение. То есть, отец и сын начинают договариваться уже как два взрослых человека. Вот. То есть, разное проявление гендера, разное проявление мужской и женской силы в этих сказках мы найдем. И проговаривая вот эти сказки, потом их обсуждая, мы можем немножко скорректировать гендерное поведение детей. И надеюсь, что они западут им в душу. Ну и кроме того, вы можете использовать и игры по гендерному воспитанию, такие, допустим, как «Одень мальчика, одень девочку», «Профессии», «Кто построил новый дом», когда вы с детьми садитесь и проговариваете, кто построил новый дом, кто выкладывал стены, кто штукатурил стены, кто вставлял окошки, что делали женщины, что делали мужчины. «Опиши соседа справа» и другие игры на коммуникацию помогут вашим детям быть более внимательны к своим друзьям по группе и находить в них индивидуальность. Ну и, естественно, сюжетно-ролевые игры, в которых вы можете чуть-чуть в краешку вмешаться и направить сюжет в другое русло, если видите, что проявляются какие-то гендерные стереотипы или что-то еще. Ну и необходимо дать возможность попробовать себя в сюжетных играх и мальчикам, и девочкам. То есть, почему бы не открыть кухню игровой для того, чтобы мальчишки попытались что-то сделать, или почему бы не дать девчонкам возможность поиграть в конструкторский отдел, в лабораторию и так далее. Ну и что подвижные игры, естественно, и что мы должны с вами получить в итоге гармоничного гендерного воспитания, если все прошло хорошо. Осознание своего пола со всеми возможностями, достоинствами. Да, я вот такая, я вот такая девочка, я охотница или я принцесса, я могу из своего гендера, из своего типа очень много сделать. Усвоение широкого спектра гендерных ролей и свободу от стереотипов. И самое главное, формирование уважительного отношения к людям другого пола, представление о том, что и у тех, и у других есть замечательные ресурсы и возможности. Ну и усвоение системы ценностей, которая одинакова для всех людей вне зависимости от гендера. Ну, такие ценности, о которых говорил сегодня наш чат, о том, что нужно быть сердцемными другим людям, о том, что есть у нас общие моральные ценности. Но, пожалуйста, не забывайте о том, что человек чувствует себя счастливым, когда он полностью реализовался на этой земле. А вот реализация себя полностью, она невозможна без некоего проявления хорошо настроенной в социальном русле, социально одобряемой агрессии. Возвращаясь к нашей теме, и все-таки я настаиваю на своем. Для того, чтобы человек мог проявить себя, он должен быть деятельным, он должен быть активным, и ни в коем случае нельзя запрещать вот эту деятельность и активность ни мальчишкам, ни девчонкам. Владимир Анатольевич искренне благодарю за поднятую тему. Было очень интересно, если я смогу прочитать чат, будет на самом деле очень интересно. Если вы хотите продолжить тему, пожалуйста, напишите. И, уважаемые слушатели, вот здесь меня можно найти. Я открыта для любых контактов. Вы можете написать в WhatsApp или на почту, зайти в группу ВКонтакте, и, возможно, наша дискуссия продолжится. Я благодарю вас за то, что вы были сейчас со мной. Если есть вопросы, можно их еще задать. Еще немножко времени осталось. Спасибо вам. Я надеюсь, что встретимся еще раз. Спасибо. Ну, если вопросов у нас не осталось, тогда я завершаю свое выступление и передаю слово Павлу Юрьевичу.